Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». На днях рязанские активисты обнародовали собственный манифест. Призыв к общественности и властям уместился в 21 пункте. О том, на что не предлагают обратить внимание, расскажет председатель Рязанского экологического альянса Евгений Рыбаков. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как пришла идея создания именно манифеста? Почему такой формат? Ну, вообще, что такое манифест? Это некоторые мысли, допустим, там общественные организации, которые выражены вот так вот, прям конкретно, как программа. А потому что это наработанные какие-то вещи, и мы их озвучиваем в разных аудиториях и в разное время. А вот так, чтобы они, ну, ну, они, бывает, где-то теряются, но сказали мы, и ничего вдруг не происходит. Это как-то неправильно. Мы хотим, чтобы вот эта программа, она, безусловно, может и меняться, да, там и ситуация может меняться. Вполне возможно, что и мы в чем-то неправы, да, поскольку мы общественность, да, иногда наша точка зрения меняется там со временем. Например, взять там, ну, лес, там, это очень такая специальная тема. Чем больше мы там в ней разбираемся, тем интереснее становится, и бывает, что как-то вот, ну, мы раньше так думали, а теперь не так. Кому в первую очередь адресован манифест? Все-таки общественности или городским властям? Да всем. И общественности тоже. Вчера, кстати, был второй клуб «Клаврат», тема была экология, там, наряду с тем, что там звучало очень много конкретных предложений, да, которые в основном, конечно, направлены к власти, да, но в целом мы вот сейчас готовим аналитическую записку. Вот я немножко в сторону от манифеста, но сейчас вернемся. Готовим аналитическую записку для губернатора и отправим ее в общественную палату федеральную. Где, в общем-то, если в двух словах сказать, что общественность выражает свою очень большую озабоченность по поводу состояния экологии, по поводу того, что, к сожалению, экологическая ситуация ухудшается, мы видим это вот на цифрах конкретных, да, и надо очень глубоко погружаться всем там, да, в том числе и губернатор, я думаю, уж извините за наглость, да, иначе никак не сдвинется. Вот, ну и, а мы готовы вот конкретные какие-то свои предложения озвучивать. Первые пять пунктов вашего манифеста посвящены свалкам. Неужели именно это главная экологическая проблема региона? Это одна из проблем, потому что свалки влияют в том числе на воду. У нас есть вопрос там с водой, да, там есть отклонения, превышения по ПДК, потому что свалки загрязняют почву, через почву падают, а это, это наш, к нам все поступает с водой. Ну и почва загрязняется, это большая проблема, и у нас есть предложения, что с этим делать конкретные, да. Например, одна из причин – это отсутствие вывоза мусора в населенных пунктах. Когда начинаем разбираться, почему они вывозят там. Ну, где-то главы не работают, да, там. У нас есть предложение, как сделать, чтобы они работали. Мы предлагаем вести некий мониторинг работы глав поселений и сделать его публично, где было бы видно вот в конце списка, вокруг этого поселения много несанкционированных свалок, плохо там с благоустройством, значит, ну, это вообще стыдно, да, там в конце списка быть. И потом какие-то преференции это поселение может не получить в случае там таковых. И главам нужно помогать, конечно, мы предлагаем, чтобы в правилах благоустройства были те вещи прописаны, за которые можно нарушать. Потому что штрафы за выброс мусора, во-первых, трудно поймать человека именно в этот момент, там, или там юридическое лицо, тем более сложно. И даже если поймал, то штрафы там, ну, первый штраф там 500 рублей, в общем. Маловато будет. А штрафы за нарушение правил благоустройства 2,5 тысячи – это такой ощутимый штраф. Ну, просто человек не имеет договор на вывоз мусора. Вопрос, а куда он его девает? Не в соседний ли лес? Или человек делал ремонт, да, там, в своем коттедже, а соседи не видели, что он привозил восьмикубовые контейнеры под вывоз строительных отходов. Вопрос, куда он их девает, там, да? Ну, такие какие-то вещи. Вполне решаемые. Сейчас в регионе действует проект «Интерактивная карта свалок». Удалось ли привлечь рязанцев? Насколько активны они, и насколько удалось действительно начать решать проблемы региона? Ну, мы все чаще видим такие места, где была свалка, и теперь ее нет. Было, стало. Это совершенно очень здорово мотивирует. Там горы мусора исчезают, и там остаются зеленые трава. На Ировской карте около 800 точек. На карте Федерального и Народного фронта тоже очень много точек. И достаточно активно люди ставят точки. Мы по всем этим точкам пишем обращения. Ну, тут вот опять та же ситуация. Кто-то нормально реагирует, да, какие-то действия проводит, там, в каких-то районах, в поселениях, где-то нет. Ну, мы тогда пишем дальше. А как иначе? Надо в тонусе держать нашу власть. Мы за это платим налоги. Пусть работают. Десятый пункт манифеста гласит, что нужно разработать и внедрить программу развития по использованию древесины, и как возобновляемого топлива для территории области. Вот топливо какое? Где оно должно использоваться? Все очень просто, понимаете? Ну, нонсенс с моей точки зрения, что лесная деревня глухая газифицирована. Зачем? Посмотрите какую-нибудь там австрийскую деревушку, там, в Норвегии. Дело не в том, что там газ дорогой, а это же возобновляемый ресурс. Есть совершенно уже продвинутые технологии, есть котлы, которые работают на древесине. Ведь дерево никогда не кончится, а газ когда-нибудь кончится. И это, кстати, приводит к тому, что лес стал выглядеть замусоренно. Дрова никому не нужны. Вот эти порубочные остатки, там, сухостой. Лесная глухая деревня, а дрова не нужны. Ну, это неправильно, неэргономично. К сожалению, уже, наверное, куда газ провели, там, вряд ли чего-то изменится. Но есть, не знаю, тут полка о двух концах. Я считаю, что надо как-то подходить разумно к этому вопросу. Люди, наверное, считают, что газ это все-таки уже современно, считают новое слово. Ну, это да, лениво, так хорошо. Конфорку включил, все горит. Да, все правильно. Но все равно газ будет со временем дорожать, да, и мы не развиваем это направление. А его можно бы и нужно развивать, разрабатывать такие котлы. Я, например, на своем предприятии пытался прочитать, поставить котлы, потому что у меня отходы есть с древесиной, могли бы их использовать, не выбрасывать там на свалку, а сжигать. Там есть печки, которые дожигают, они экологически чистые. Но начинаешь порассчитывать, а где сырье брать? Вопросы все. Вот это, ну, вопросы надо комплексно решать. А мы, у нас есть предприятия, которые делают пилеты, они подставляют только за границу. Если говорить о лесе, какие еще самые актуальные проблемы? С чем каждый день приходится сталкиваться лесникам? Лесникам приходится сталкиваться с маленькой зарплатой, с отсутствием достаточных средств и специалистов. Просто их очень мало. Сейчас один лесник на 20-15 тысяч гектар, он даже не в состоянии проследить за этим лесом. Это раз. Ну, тут какие-то, надеюсь, что будут движения, да. А общественность чем может помочь? Просто мониторингом своим. Для этого мы настаиваем на том, чтобы лесные карты были открыты, для того, чтобы вырубки выкладывались на сайте министерства лесного хозяйства. Сейчас министерства нет такого. Сейчас есть только министерство природопользования. Раньше было министерство экологии. В год экологии его почему-то ликвидировали. И министерство лесного хозяйства тоже. Мы, кстати, вот одно из предложений, мы считаем, что это неправильно надо вернуть. Потому что две очень актуальных и важных темы. Экология и защита леса. Они связаны с собой. Ну, пусть там руководство разбирается с этим. Одной из больших тем, которые вы озвучили в манифесте, является зеленый щит. Я думаю, что не все рязанцы понимают, о чем именно идет речь. Что такое зеленый щит Рязани? Это статус особой защитности лесов. В том числе городских. В том числе санитарно-защитных лесов. Которые, к сожалению, у нас вырубаются, переводятся в другие зоны. Там строят и жилье, и заправки, и чего только нет. И легкие наши, нашего города уменьшаются. Это и касается парковых зон вокруг города. Там должен быть особый режим пользования. Там должны быть запрещены сплошные промышленные рубки. Только санитарные. Ведь и город наш так строился, если об этом говорить. Я как воздухоплаватель знаю, что утром особенно, ночью, воздух по-разному везде остывает. Он над городом медленнее остывает, потому что камень нагревается. А над лесом он холодный. Холодный воздух более тяжелый. И он за ночь поступает, свежий воздух, в город. И были такие зоны проветривания, которые мы тоже застраиваем зачем-то в городе. И это как фурточку открыть дома. И вопрос, какой воздух к нам поступит, чем мы будем дышать. Это зеленый щит. Мы сейчас серьезно работаем над предложением с общественной палатой, с народным фронтом. Над созданием таких зон. У нас есть ребята, которые всю жизнь занимаются картографией. Они сейчас по городу уже поставили 400 зеленых зон, лесков маленьких, которые надо сохранить, защитить. Ни в коем случае не вырубить, не застроить. Расскажите о последних пунктах. Они посвящены власти, как раз общественности, уже городской застройке. Насколько актуальна именно застройка скверов, может быть, парков в Рязани? Встречаются ли эти еще практики? К сожалению, встречаются. Сейчас вот в связи с тем, что новые руководства, мы рады тому, что нас слышат. И какие-то правильные движения. Надеемся, что изменится кардинально. До этого времени общественные слушания по переводу, зеленые зоны, выглядели приблизительно так. Невернодушные, активные граждане приходят туда, просто войти даже бывает нельзя. Туда уже за денежку пригнали строителей, всех, кто за. И наш голос, бывает, просто не доходит на общественных слушаниях. Такую практику, конечно, нельзя продолжать. Надо учитывать мнение граждан. Поэтому этот вопрос тоже как-то очень актуальный, его надо решать. Расскажите, какие следующие проекты, что нас ждет в ближайшее время от ЭРА? Чем удивите? Ну вот, что касается манифеста, мы там не писали такой большой раздел. Это воздух, атмосферный воздух. Вот, кстати, вчера очень много отдельных предложений, в том числе прозвучало, о том, что у нас посты, которые меряют атмосферный воздух. Во-первых, мы не имеем в открытом доступе информации о состоянии воздуха. И что же тут секретного? Почему мы платим налоги чиновникам, а они скрывают от нас эту информацию? Это раз. Во-вторых, вот эти посты разрозненные, они есть в Росгидромете. Четыре поста есть у области, есть у города. Их бы нужно объединить под гиды. Вот мы предлагаем Росгидромет. И тогда мы будем иметь всегда актуальную картину о состоянии воздуха. И тогда проще, может быть, власти будут находить источники загрязнения. Например, там по сероуглероду они почему-то никак не найдут источник. В чем рязанцы могут поучаствовать этим летом, в каких-то проектах, помочь вам, поддержать? Будет раздельный сбор, будут большие уборки, будет эко-бум, будет просто экозащитное мероприятие. Пожалуйста, участвуйте в субботнике. Каждому свое дело найдется. Мы всем рады. Отлично. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был председатель Рязанского экологического альянса Евгений Рыбаков. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова